Киса и Ося были тут. По следам знаменитых героев Ильфа и Петрова отправилась и съемочная группа нашего проекта. Сегодня Вау-повар готовит вместе с шефом ресторана Скрябин Полиной Семеновой. Полина Семенова имеет две специальности. Инженер-технолог пищевой промышленности и повар. Стаж работы в профессии 6 лет. Бронзовый призер с российского конкурса WorldSkills. Шеф-поваром стало в мае 2014-го, с момента открытия ресторана Скрябин. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Аня. Что сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить семгу в кунжуте с пюре из брокколи, из тыквы и с печеным лимоном. Отлично, что будем делать в первую очередь? Я займусь семгой, вы думаете, займетесь тыковкой у нас. Вам необходимо будет взять, убрать края тыквы и нарезать произвольно. В филе семги мы берем уже разделанную и разрезаем с вами по диагонали на две части. Естественно, мы ее начинаем мариновать. Мариновать мы будем только соль, перец, чтобы остался натуральный вкус. После того, как мы семгу с вами замариновали, мы ее панируем в кунжуте. Кунжут, если у вас не обжаренный, то его слегка надо обжарить, он тогда придает золотистый колер. Теперь берем часть, где у нас находилась кожа и панируем спокойно. Итак, семга наша уже подготовлена, запанирована. Что мы делаем? Мы берем растительное масло, можно оливковое масло. Но если мы берем с вами оливковое масло, то надо смотреть на отжим. То есть, естественно, я предпочитаю первый отжим. Заливаем и отправляем семгу на сковородку. Кладем кунжутом вверх. Если мы положим его с вами вниз, то вся наша панировка останется на сковороде. Все. После того, как мы семгу положили с вами в сковородку, мы отправляем в предварительно разогретый пароконвектомат. В вашем случае это обычная духовка. Разогреваем до 170 градусов и жарим с вами в районе 10-15 минут. Концепция ресторана, как я поняла, это все-таки стилистика книг Ильфа и Петрова. Да, мы действительно правы. Тематика нашего ресторана – это 20-30-е годы. Первый этаж нашего ресторана сделан в стиле золотого теленка по сюжетам. Второй этаж у нас 12 стульев. Также на втором этаже у нас имеется банкетный зал «Прага». Там посадка у нас идет на банкет в районе 50 человек в Левку. Есть номера. Шикарное просто помещение, которое мне безумно нравится, где заходишь. Не только можно посидеть, но если тут стал, то можно полежать, как таковы. В общем, у нас посадка получается в обычный день 230 человек. При банкетном мы можем рассадить 260 человек спокойно, как бы, и никто не будет уйти, что это не уютно. По поводу кухни могу сказать, что мы выдерживаем русский стиль и, естественно, европейский. То есть какие-то блюда у нас чисто русской кухни, допустим, как винегретто, селедка под жубы, но, естественно, в европейской подаче идет. Есть классические европейские блюда. Это стандартный цезарь, греческий, как бы, вот такое. Еще, как бы, у нас гордость – это то, что на втором этаже у нас именно открытый мангал. Выходит заказ, непосредственно повар жарит там мясо. Как бы, это наблюдается, безумно от него тепло, как бы, уютно, прекрасно. Пока рыба жарится, что можно еще сделать? Подготовили вы уже тыкву, брокколи. Я думаю, что можно уже доводить воду до кипения, солить и отправляем вариться. Тыква у нас сама по себе сладкая, как бы, соли, ну, много, я не больше люблю. Брокколи надо слегка пересолить в воду, потому что она забирает все, что можно и все, что нельзя. Тыква у нас по времени с вами варится 15 минут. Вот брокколи, как закипает, мы ее спокойно с вами снимаем. Она у нас готова. Наши овощи готовы, сейчас мы их достаем. Хотите попробовать? Конечно, попробую. Такой интересный зеленый цвет, он прям не поменялся. Просто потому, что он так немножко… Нет, если брокколи переварить, он у вас будет очень бледным. Он, как правило, у нас закипел. Да, и все. Все, Аня, ваша задача теперь. Берем мелкую и превращаем в нашу брокколи. Что-то интересно. В общем-то, все уже сделано. Ну все, пока у нас Аня занимается тыква доделывает, я подготовлю лимон на декор. Что мы делаем? Берем небольшой лимон, маленький даже, я бы сказала. Отрезаем его по диагонали с одной стороны и делаем с вами устойчивое положение, то есть подрезаем с другой. Мы получаем вот такой лимон. То есть он просто для украшения? Он просто для украшения, но, как всем известно, что цитрус в подпеченном состоянии у них совершенно другой вкус. Они более раскрывают аромат и все свои питательные вещества. Берем с вами горелку и начинаем выпекать. Так, а в домашних условиях в чем-то это можно добавить? Да, в домашних условиях можно, в принципе, спокойно положить на разогретую чугунную сковородку, положить, и он у нас прекрасно подпечется с вами. Да, так поменяю цвет. Он зажаривается. Все, теперь у вас подготовлено уже. У меня есть еще одно для вас занятие. Это подготовить наш розмарин. То есть он у нас растет пустиком, нам нужны красивые веточки. То есть ваша задача – это вот здесь вот аккуратненько их подрезать, две веточки. Так, одна веточка, вторая веточка. Как в лучших домах Европы, честное слово. Все, я достаю нашу рыбу. Ммм, какой аромат. Очень красиво получилось. То есть вот он, что нам дает. Если бы был бы кунжут у нас с вами не обжаренный, о чем я говорила, он был бы безумно бледный. Ну что, начинаем сервировать? Да, давайте. Первое, что мы с вами выложим, это будет наш сумка. Так, выкладываем так кусочек. Да, друг на друга. Берем две ложечки. То есть из ложечки ложечка вот так? Да, 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 да. Нам необходимо здесь с вами разместить два лепесточка. И начинаем с вами формировать. То есть ложка – ложка. Давай сейчас я вам сформую. Надо чуть пожуще, полезче сделать. Вот. Прям друг от друга. То есть у нас получается с вами два аккуратных листочка. Ставим наш подпеченный лимон и украшаем веточками розмарина. Ну что, давайте попробуем? Да, давайте. Очень любопытно, что получилось. Очень насыщенный вкус. Благодаря кунжуту такой немножко ореховый привкус. Такая сочная рыба. Я рада, что вам понравилось. Спасибо вам большое, что поделились таким замечательным рецептом. Очень вкусно нас накормили. Пожалуйста, ждем с нецеплением вас и наших зрителей к нам в ресторан. Это был проект Ваукова на 63 рум. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok